всем привет это третье утро у меня на море точнее сказать второе да ну как бы третий день нуфта вторая ночь сегодня я решил поехать сочинский дендрарий вот на этой чудесной ласточки ехал я в сочи еду по ж.д. вокзалу капец тут народу толкучка утро все видимо на работу едут вот в общем суета суета знатная как в москве сейчас буду немножко прогуляюсь потом найду путь дендрарий на чем доехать или дойти и пойду туда друзья я вспомнил что есть отличное транспортное след средства электросамокат на прокат вот сейчас по сочам гоняю на самокате класс вот памятник архангелу михаил стоит здесь до дендрария мне еще вон туда несколько минут друзья вот и добрался я до дендрария сейчас пойду в кассу покупать билет добирался на самокате доехал где-то за полчаса но скажу что ездить на самокате по сочи очень неудобно потому что много закрытых зон для самокатов их вот приходится объезжать из-за этого навигатор ведет по разным улочкам часто пропускаешь повороты плюс много разных подъемов спусков лестниц подземных переходов в общем для первого раза ездить некомфортно конечно если набраться опыта здесь то возможно нормально вот он в общем друзья зашел я билет стоит 320 рублей для взрослого а куда идти вообще не знаю сейчас буду смотреть по яндексу сад сад бабочек вот там но я ничего не вижу ладно пойду прямо вот такая висит здесь карта нижняя часть но я туда наверное не попаду потому что я уже вот здесь сейчас наверно вот так пойду вот тогда этого озера потом вот сюда сюда куда-нибудь сюда ну в общем будем как-то двигаться красиво здесь все сделано лужайки идеальные кипарисы там вот далеке так вот сад бабочек там внутри вон я вижу много их летает но зайти в него нельзя почему-то наверное только иногда пускают какая-то площадочка с очередным небольшим фонтанчиком не работающим деревья всякие разные ну вот смотрите какой классный пальм какая классная пальма очень толстая и такая ствол у нее как кабачок вообще класс давайте посмотрим что это за пальма юбея чилийское семейство пальмовой родина южная америка чили класс вообще очень красивая прямо вопну где-то в ширину метров на а это сантиметров 90 наверно в толстой части большая большая так поворачиваем сюда а тут огромные кипарисы видимо просто гигантские вообще гляньте как наши тополя пирамидальный только кипарис и вот тут какая-то фазенда или не знаю усадьба сейчас по посмотрим какой-то фонтанчик рабочий посмотрим ну не разговаривай путь не дергай по бокам статуи такие бегущие люди видно очень хотят пить и бегут к фонтану ну и фонтан с ангелочками все дела так вот выглядит эта вилла называется надежда по-моему на нее отдельная покупается билет на посещение так дом музей худякова вилла надежда ну красиво да как будто прям в какой-то сицилии не знаю так а вот вид с главного балкона на фонтан амур а вот друзья смотрите опять юбея чилийская и вот есть огромное взрослое дерево и мне кажется вот это средняя а вот это малыш но вы гляньте как это малыш он почти метр в диаметре но такой коротышка такая какая-то больше похож на огромный ананас а это вот постарше видно ну выглядит прикольно то есть они маленькие но уже очень толстые вот я про что то есть как бы это не как наши деревья с возрастом набирает толщину эти сразу толстые какие-то бамбук ну бамбук мы и так здесь находили в диком виде растет и в сочах и в догомыси а вот это судя по всему роща пробковых дубов необычные такие деревья кора у них такая прикольно больше даже на камень смахивать красивые я бы хотел чтобы на моей вилле росли такие пробковые дубы а это японский сад ну скажу честно ощущение что я попал японию меня нет какая-то странный сад не думаю что в японии есть керамогранит которым выкладывают бассейны ну по крайней мере в древности ну в общем так какая-то жалкое подобие иду к павлинам такая аллейка с кипарисами страус и вон там еще страусы павлин вон там возле забора трется не сказать что прям тут много животных зато у них травка им тут наверное хорошо не как в нашем липецком зоопарке это интересная штука кусты достаточно большие метра три-четыре высотой с большими метелками красивые овощи тут ездят вот такие электромобиль чеки на них возят экскурсии по моему по моему 600 рублей пасутся два каких-то животных не знаю что это за птички похоже на павлинов но только хвостов у них нет может самочки и детеныш птичий сад тут прямо раздаются трели но внутри я так понял опять нельзя санитарный час стоимость посещения выставки 200 рублей короче внутри там птички но увидеть их нельзя можно зато услышать так идем дальше забавно здесь растут пара деревьев инжира и видимо чтобы не рвали плоды они вон висят поставили таблички ядовито токсично забавная до защита от дураков а это сад непрерывного цветения но что-то она все равно прервалось наверное потому что осень вот некоторые какие-то розы карликовые тут цветут там он рода дендрон сейчас поближе сходят в общем рода дендроны и чуть-чуть розы единственное что цветет сейчас вот дальше тоже какие-то цветы но цветов нет а вот здесь можно увидеть различные плодовые деревья я так понимаю вот это черешня персик там вот вишня тоже какая-то вишня в общем плодовые всякие штуки здесь вот такой эпичный фонтан с каменными лебедями с царевной лебедь видимо называется сказка внизу вон богатыри на под на постаменте а это место называется китайский дворик ну из китайского здесь наверное только бамбук а в целом такая же фигня что и с японским садом а вот это место называется колхидский лес не знаю почему так и что здесь необычного похож на обычный лес собственно на склоне любого холма здесь в сочи или в догомысе вот ну и вот так же сопутствующие атрибуты они прям здесь же то есть вот аллейка небольшой какой-то преграда и 10 метров от аллеи вот уже такой срач это верхняя часть парка видовая площадка с нее такой вот вид на море это вот роща секвой в общем-то последнее место которое я посещаю это уже в конце парка еще там есть наверху какая-то смотровая площадка но туда я уже не пойду секвой в принципе такие мощные но я так понял они еще молодые потому что в горах я видел пихты по потолще и повыше так что это не такие уж прям гигантский вот наверное они еще будут набирать толщину и высоту в целом лес выглядит эпично внушительно так сказать теперь понял вот из американских фильмов такой лес можно часто увидеть вот сейчас я прям чувствую себя реально как будто где-то на другом континенте да вот за счет этих всех секвой они необычная кора необычная создается такое ощущение это прикольно в целом что можно сказать выхода с другой стороны парка нету как я понял что очень неудобно то сейчас придется возвращаться обратно благо что вниз идти но тем не менее если бы можно было выйти с этой стороны было бы удобней потому что парк вытянутый а еще получается на карте нет как бы построенного маршрута то есть я ходил здесь зигзагами а по сути можно было бы если бы я знал что придется возвращаться ну как-то обойти ключевые точки по кругу вот но опять же это либо не указано либо я это как-то проглядел но маршрутов здесь нет точно что можно в целом сказать впечатление о парке целом ну тут интересно можно посмотреть особенно где вот пальмы растут какие-то необычные экзотические деревья вот но в основном я ожидал нечто большего больше каких-то может быть впечатлений по сути парк видно что очень старый еще все это советских времен то есть ну можно так сказать что он морально устарел клумбы посажены здесь цветами и с розами ну они простятки просто как бы посажена клумба и все отдельно деревья вот какие-то где-то растут тоже интересные можно посмотреть с животными вообще все очень плохо не посмотреть ничего да и сами как-то вольеры все сделано по-дурацки неинтересно примитивно вот в принципе за 300 рублей вот так погулять пару часов ну вполне нормальная цена а так если ездить на вагончиках тут за 600 рублей это уже наверно слишком думаю такой вывод можно сделать еще вот здесь есть эвкалиптовая роща но я туда не пойду принципе эвкалипты я видел сочах они растут тоже просто в городе ну в общем как то так кафешек как таковых тут нет есть небольшие киоски где можно купить там чипсы мороженое цена естественно двойная может быть даже тройная где-то сувениры кое-какие продают но сувениры обычные южный то есть тематических как бы парковых сувениров я не увидел каких-то особенных вот что еще можно сказать ну короче по десятибальной шкале шкале набор растений я бы оценил конечно наверно на восьмерочку а сам парк наверно все-таки на пятерочку шестерочку для такого города и для такого места все-таки мне кажется должно быть что-то более такое эпичное и к более комфортабельное что ли не знаю ну в общем такое